Всем привет, друзья! Вы на канале Bookhouse, меня зовут Костя. Сегодня, как я вам и обещал, я возвращаю старую рубрику, ну, которую я придумал вообще сам, вроде бы как, потому что у других книжных блогеров я такой рубрики не видел. И эта рубрика называется «Мысли вслух». Для тех, кто не первый раз на моем канале, уже знаете, что это за рубрика и что я там делаю. Ну, а те, кто не в курсе, что это такое, во-первых, можете найти у меня в плейлисте на ютубе видео с первой частью, а также сейчас я коротко вам расскажу, что это за рубрика. Смысл этой рубрики заключается в том, чтобы выявить какие-то интересные мысли из любимых книг, полюбившихся книг. Ну, пока что я рассматриваю книгу «Атлант расправил плечи», и сегодня, скажу вам сразу, будет именно она. И после того, как я нашел какие-то интересные мысли, которые меня зацепили, я их зачитываю и пробую с вами вместе обсудить их. Примерно в таком стиле и будет сегодняшний ролик. И, конечно, вначале я должен сказать вам о том, что мнение исключительно мое. Это мой канал, поэтому здесь я высказываю свое мнение. Если вы думаете, что я вас обидю, нет, это неправда. Никого обидеть я не хочу, но будьте аккуратны, потому что Айн Ренд довольно провокационный писатель, и мысли, которые она излагает на бумаге, зачастую очень резкие. Также могу сразу сказать о том, что я считаю, что в некоторых местах она очень сильно утрирует, но об этом как раз-таки сегодня и дальше я и буду вам рассказывать, потому что я нашел уже несколько интересных моментов. А это значит, что пришло время взять что-нибудь вкусненькое покушать, заварить себе что-нибудь вкусненького и уютного попить, и начать смотреть основную часть этого видео. А еще не забывайте подписаться на канал и поставить этому видео лайк. Это очень важно. И да, друзья, наверное, сразу надо оговориться, что я опять снимаю с компьютера. Я хочу все-таки протестировать работу компьютера в создании роликов, потому что мне очень понравился звук с этого микрофона. К телефону я его подключить не могу, поэтому, чтобы с него записывать, нужно записывать здесь. Прошлый ролик я посмотрел, вы его тоже посмотрели, я надеюсь, что он вам, во-первых, понравился. Во-вторых, там вроде не было никаких особых задержек, каких-то проблем с видео и так далее. Я еще кое-что забыл сказать вам. Представляете, вот опять вспомнил уже по ходу, хотя должен был сказать это в самом начале. В конце ролика я покажу, что я прочитал, и поделюсь своим мнением насчет той книги, которую читаю сейчас. Могу вам сказать сразу, что это книга Эрнеста Хемингуэя «Прощай оружие». И эта книга вызвала огромный восторг у меня. Ну а теперь возвращаемся к Айн Рэнд. И это у нас третья книга трилогии «Атлант расправил плечи», которая называется «А есть А». Так, изображение у меня отзеркалилось, да? Ну ладно, ничего страшного, я думаю, это не слишком критично. Вообще, если честно, этот ролик должен был сниматься чуть позже, я сидел записывал аудиокнигу, и как бы ничего не предвещало беды. Но, как вы знаете, у меня под окнами прям строят новую станцию метро, начался дикий шум. Кстати, когда сейчас я записываю ролик, он уже почему-то пропал, и он бы мне уже не мешал. Ну, в общем, я сел выписать себе интересные моменты, точнее я в книге здесь пометочки сделал. И у меня получилось семь разных высказываний. Какие-то большие, какие-то совсем короткие. По идее, если все пойдет хорошо, и мы с вами сможем интересно это все дело обсудить, мы, может быть, еще сейчас найдем походу, я просто дальше продвинусь и посмотрю что-то еще. Но мне все равно кажется, что и на этих отрывках мы сможем очень бурно пообсуждать, поэтому давайте уже приступать. Напоминаю о том, что это монолог Джона Голта из третьей книги трилогии, как я уже сказал. Хотя могу сказать вам, что в принципе здесь никаких спойлеров нет, потому что это больше такие философские высказывания, то есть они не адресованы каким-то сюжетным поворотом. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Но если что, я вас предупредил. У человека нет бессознательного кодекса выживания. Его главное отличие от всех живых существ – необходимость действовать перед альтернативой на основе волевого выбора. У него отсутствует бессознательное знание, что для него добро и зло, от каких ценностей зависит его жизнь, какого образа действий она требует. И эта мысль, кстати, я еще в первый раз ее отмечал, просто тогда не успел до нее дойти в прошлой части. И я вот хочу сказать о том, что я вообще-то с этим соглашусь. И как раз-таки по идее слова Джона Голта, которые здесь нам говорятся, они это и подтверждают. Нам говорится о том, что у человека от природы нет понятия, что такое добро и зло. И эта история, вот этот посыл, он здесь прослеживается и дальше, на следующих страницах прям очень сильно. Речь о том, что человек, он по сути сам решает, что добро и зло. И это нельзя как-то заложить в человека, это его моральный выбор. Сейчас я понял, что это прям очень такая тяжелая тема. Ну давайте мы попробуем, возможно мы даже чуть меньше разберем, потому что мне кажется, это прям очень большая такая умственная нагрузка мне предстоит. Не уверен, что сейчас я буду готов прям до конца здесь все разобрать, все, что я хотел. Инстинкт – это безошибочная и бессознательная форма знания. Желание – это не инстинкт. Желание жить не дает вам необходимого для жизни знания. И даже желание жить у человека не бессознательно. Ваше тайное зло сегодня заключается в том, что этим желанием вы не обладаете. Ваш страх смерти не есть любовь к жизни и не даст вам знания, необходимого, чтобы сохранять ее. Человек должен приобретать это знание и выбирать свои действия только через процесс мышления, который природа не заставляет его совершать. У человека есть способность действовать себе во вред. Он так и действовал на протяжении почти всей своей истории. И вот в очередной раз я убеждаюсь, что Айна Рент, ну вообще что, убеждаюсь о том, что по сути вот этот монолог – это цель трилогии, как мне показалось. Потому что она подводила две книги к этому, и вот в середине третьей книги такая, ну все, готово, да. Я теперь могу вдоволь наговориться. Кстати, да, кто не знает этот монолог, ну если я ничего не путаю, около 150 страниц, представляете? То есть это прям такое масштабное, это как полноценная книга, можно сказать. Ну и по идее ее можно взять отдельно, если что, и прям вот этот монолог один почитать. И здесь о чем нам говорит Айна Рент? О том, что желание и инстинкт, да, то есть желание жить у человека – это по сути не инстинкт. Инстинкт, да, это бессознательно, а жить-то ты хочешь, ну потому что ты хочешь это делать. И вот она говорит о том, да, что люди по большей своей части это желание не имеют. Ну или, наверное, я бы сказал так, что они не знают, как жить так, чтобы тебе все нравилось, чтобы тебе все удовлетворяло. Эта задача бесспорно очень тяжелая, но мне кажется, что нам все равно надо стремиться к тому, чтобы ее решить. И вот еще, да, здесь как раз речь о том, что есть страх смерти, да, у человека, и если человек, ну, хочет жить, боясь просто смерти, ну, то это, как я понял, не совсем жизнь. И, наверное, я тоже с этим соглашусь, да, жить просто для того, чтобы, ну, не для того, чтобы, а потому что боюсь умереть, ну, как-то это довольно странно. И вот дальше, прям сразу в следующем абзаце, идет тоже очень интересное высказывание, я его, кстати, не выделял почему-то изначально, но давайте тоже его скажу. Живое существо, для которого средство выживания есть зло, не сможет выжить. Растения, пытающиеся уничтожить свои корни, птица, старающиеся сломать свои крылья, долго бы не просуществовали. Но история человека представляет собой старание отвергнуть и уничтожить свой разум. И здесь тоже Айн Рэнд продолжает излагать и гнуть свою линию о том, что люди должны жить по разуму, да, нельзя потакать другим, нельзя просто сломя голову делать все, что тебе сказали. И, ну, вся эта книга, да, она, по сути, пропитана этой историей о том, что людьми владеют, да и, в принципе, люди это принимают как должно, им вполне нравится служить кому-то, да, нежели принимать самому какие-то решения. И как еще один основной посыл, против которого протестует как раз-таки Айн Рэнд, это высказывание о том, что от каждого по способностям, каждому по потребностям, да, то есть люди, которые умные, которые могут что-то изобретать, создавать, они должны все отдавать тем, кто в этом нуждается. Ну, как бы это очень спорно. Говоря на эту тему, наверное, я хожу прям по лезвию ножа, потому что здесь можно высказать очень острую позицию, но мне кажется так, что у каждого человека, в принципе, да, кроме каких-то ограничений по здоровью, всегда есть возможность сделать что-то отлично, да, и удовлетворить свои желания. И тут надо понимать, что по какой же причине человек, который добился успеха, который создал, допустим, какую-то всемирно известную корпорацию, ну или там внутри своей страны корпорацию, почему он должен всем делиться с другими? Это очень странно. И именно вот эти измышления меня очень сильно привлекли в этой истории. Я, конечно, когда читал, сейчас вспоминаю, блин, это было вообще какой-то восторг нереальный. И дальше идет мысль, кстати, с которой я, ну, согласен, наверное, на 50%. Все, что нужно для жизни разумного существа, есть добро. Все, что ее губит, зло. Тоже довольно острая позиция, потому что, ну, все, что нужно для жизни разумного существа, есть добро, да. Это очень странно по мне, потому что, ну, а может быть человеку, там, не знаю, хочется преступления совершать. Это же для жизни его нужно, да, но это же не есть добро. Но в то же время надо понимать, что преступление, оно морально уничтожит человека, то есть оно для него есть зло. Тогда получается, что сейчас я уже противоречу сам себе. Ну, вот так. Я думаю, вы поняли основной посыл, да, почему я, как бы, не 100% здесь в какую-то сторону склоняюсь. Но вот, мне кажется, да, если все-таки человеку нужно то, что морально плохо, то это все равно его погубит, да. И, ну, нельзя это считать добром никак, по-любому. И, кстати, дальше как раз-таки вот на эту тему прям высказывание. Странно. Я, кстати, даже его что-то не отметил. А вот, да, сейчас как раз увидел, оно прям очень в тему. Жизнь человека, как того требует его природа, не жизнь бессмысленного скота, грабящего бандита или мистика, а жизнь разумного существа посредством не насилия или обмана, а достижений, не выживания любой ценой, поскольку существует единственная цена, оплачивающая выживание человека. Это разум. И тут, ну, я уже думаю, что согласен на все сто, потому что человек, который хочет, да, каким-то незаконным путем или недобросовестным, или не за счет своих каких-то, ну, знаний, умений, не знаю, еще чего-то, достичь каких-то высот, ну, нельзя сказать, что этот человек сможет их достичь. Даже если он их достигнет, морально, по сути, он будет очень низок. А вот как раз-таки жизнь не заключается в том, да, чтобы своими трудами, своими достижениями и прийти к той самой цели, которую ты себе ставишь. По-моему, кстати, про цель здесь тоже будет. А, классно. Прям в следующем абзаце высказывание на эту тему. Это прям очень странно на самом деле, правда. Как-то получается так, что я начинаю рассказывать, дохожу до какой-то точки, потом такой смотрю в текст, оп, и тут уже как раз сразу про эту мысль. Но, возможно, это не я такой, а это просто мои какие-то воспоминания на подсознании об этой книге, и я такой вспоминаю, что тут было, и вот постепенно продвигаюсь как раз-таки прям по тексту. Так, ну, давайте тогда мы продвигаемся дальше, потому что здесь что-то прям очень трудное к восприятию. Здесь я выделил момент про счастье и страдания, поэтому давайте сейчас я как раз-таки вам его и зачитаю. Счастье – это успешное состояние жизни. Страдания – агент смерти. Счастье есть то состояние сознания, какое проистекает от достижения собственных ценностей человека. И вот это, конечно, тоже я соглашусь, потому что счастливый человек – это тот, да, который не просто, допустим, да, достиг каких-то высот, или он имеет какое-то богатство, которое, допустим, ему досталось, ну, или он сам его получил. Но главное в том, чтобы человек все это достиг, идя к своей какой-то определенной цели. То есть реализуя себя, если человек находит точку, да, к которой он хочет прийти, ну, или так, я не скажу, что человек может прийти к такой точке. Я считаю, что человек, в принципе, который счастливо живет, да, который хочет удовлетворять постоянно свои какие-то желания и потребности, он к конечной точке никогда не дойдет. Потому что если он к ней дойдет, закончится все. Да, если вот, допустим, человек хочет, там, не знаю, стать каким-то известным, допустим, автором, для него это будет все равно микроцель. Если же он захочет, чтобы на этом его карьера остановилась, тогда он решит, что все. Вот я цель достиг, но в этом случае, скорее всего, у него, ну, будет какой-то вообще застой в жизни, депрессия и так далее. Главное, чтобы человек умел находить всегда новую цель. Не просто новую, а продолжать ту, которую достиг. То есть достигать еще больше, чем ты достиг уже сейчас. И, наверное, как раз-таки, ну, один из таких важных смыслов жизни, конечно, это слишком громко будет сказано из моих уст, но я думаю, что как раз-таки в том, чтобы постоянно идти вперед, да. То есть не надо думать так, что вот я сейчас заработаю, там, миллиард рублей, и все, я буду счастлив. Нет. Когда ты заработаешь миллиард, тебе надо будет еще больше. Только помимо этого тебе уже, возможно, не захочется денег, да. Тебе захочется реализации себя каким-то другим способом. Ну, допустим, популярностью, известностью, или же просто каким-то творческим способом. Поэтому никогда не останавливайтесь и идите вперед всегда. Какой-то у нас прям сегодня очень такой, мне кажется, даже не особо приятный разговор с вами получается. Хотя нет, наверное, приятно. Я надеюсь, что вы частично хотя бы со мной согласны. Ну, если вы в чем-то не согласны, то вы знаете, что в комментарии всегда можно написать. Я вам всегда отвечаю на них. Так, ну и давайте глянем, что у нас есть дальше. Здесь я уже все посмотрел. Я здесь ничего не выписал. Вот есть один момент. Давайте на нем и остановимся. Все бедствия, погубившие ваш мир, проистекают из попытки ваших лидеров проигнорировать тот факт, что А есть А. Целью тех, кто учил вас это делать, было желание заставить вас забыть, что человек есть человек. Ну и давайте я так немножечко отдаленно вам намекну о том, что тут происходит в этой истории. Да, здесь у нас государство, по сути, оно давит на людей и на коммерческую сторону, на бизнес тем путем, что якобы все надо поделить между собой. Ну, как я уже говорил, да, про способности и потребности. И вот как раз-таки здесь речь о том, что нельзя забывать о том, да, что человек это вообще-то разумное существо, у которого есть право выбора, который может выбирать. И не только может, он и должен выбирать, да. Не должно быть такого, что человек делает все по какой-то указке. Ну, мы не берем, конечно, какие-то конкретные ситуации, да, где там, допустим, не знаю, там, допустим, в армии, да, там приказ есть приказ. И то, опять же, да, ты все равно должен осознавать вообще, что ты делаешь. Конечно, история очень сильно утрирована, да, ну, вся книга, она не сильно, но прям, можно сказать, она немного грубовато все это описывает. Но все равно общий посыл, мне кажется, он имеет место быть и, в принципе, он существует реально. Ну, не в таком виде, но все равно он в какой-то степени есть. Человек не может выжить, не обретя знания, и разум – единственное средство обрести его. Разум – это умение воспринимать, определять и интегрировать материал, предоставляемый чувствами. Задача чувств заключается в том, чтобы дать ему свидетельство существования. Но задача отождествления принадлежит разуму. Чувства лишь сообщают, что есть нечто, но что оно представляет собой, должен установить разум. Здесь все очень прям завуалировано, но я думаю, что главная идея в том, что человеку, чтобы жить, необходимо получить какие-то знания, навыки, умения, как я уже сегодня говорил. А способом, да, ну или точнее средством, как правильно замечает здесь Айн Рент у нас в тексте, средством обрести знания является разум, да, который, ну, сможет эту всю информацию обработать. Ну и то же самое чувства, да, чувства передают о том, что все реально, да, то есть ты там дотронулся, допустим, до холодного, это холодное. Но, опять же, да, человек понимает, что это холодное только за счет своего разума. Не может быть такого, что ты просто почувствовал холод. Ты, ой, что я уже, как-то я заговорился. Короче, я что-то хотел сказать. У меня мысль улетела куда-то. Да, наверное, попрошу вас продолжить эту историю вот с чувством и разумом, да, как это все между собой связано. Но я думаю, что основное я сказал, а что я хотел сказать дальше, я чего-то запутался прям сильно. Кстати, забыл сказать о том, что я не претендую на звание, да, какого-то там умного человека, да, какого-то там мыслящего прям философски. Нет, я обычный читатель, который воспринимает всю информацию, да, сквозь призму своего читательского опыта, ну и жизненного. Поэтому, ну, конечно, это не критика, я здесь не сижу, не критикую что-то, но я с помощью своих каких-то знаний пытаюсь докопаться до истины. Ну и все равно мне интересно вот эту информацию донести до вас и услышать тоже другие точки зрения на ту или иную тему. Мы тут уже с вами как это, я как учитель литературы как будто сижу тут с ручкой, с карандашом точнее, да, с книжкой, с учебником, задаю вам вопросы. Сейчас там будет Петров, можно я отвечу? Ну или что-то такое, да, еще должны быть какие-нибудь шутки из школы, но их не будет. На самом деле то, о чем я говорил, да, вот о взаимосвязи знания, разума и чувств содержится дальше. И по сути, да, вот весь этот процесс описывается словом мышление, да, как человек интегрирует всю информацию, как он ее осознает. И здесь вот так же говорится, да, что человек воспринимает пятно цвета, интегрируя свидетельство своего зрения и сознания. Он может отождествить его как твердый предмет, как стол. Может узнать из чего он сделан, а, не так. Может узнать, что стол сделан из древесины, древесина состоит из клеток, клетки из молекул, молекулы из атомов. И главное, да, то, о чем нам здесь говорит Айн Рэнд и Джон Голд, я не знаю, как правильнее, я думаю, что и так, и так правильно. Это как раз таки то, что процесс работы разума состоит в том, чтобы дать ответ на вопрос, что это. Да, то есть мы с вами видим, вот, что это. Карандаш. Потом, из чего он состоит, да, что это, там, пластик или еще что-то. И вот так докопаться до истины. Это, конечно, ну, тоже очень, мне кажется, утрированная история. Я думаю, что не нужно нам, да, прям копаться до истины в каждом вопросе настолько глубоко. Но вот Айн Рэнд считает именно так. Далее у меня еще один абзац, зачитываю. Если бы я говорил на вашем языке, то сказал бы, что единственная моральная заповедь человека – думать. Но моральная заповедь – это нарушение логики. Мораль – это избранная, а не навязанная, понятая, а не принятая как приказ. Она разумна, а разум не принимает заповедей. Очень запутанно, но если вы не до конца поняли, советую чуть отмотать назад, еще раз прочитать эту всю историю. Потому что здесь вот речь о том, о чем я сказал в самом начале – о морали. Да, что мораль, она не может быть кем-то навязана. Не может быть такого, что вам сказали, что вот что-то хорошо, что-то плохо. Человек сам, он рано или поздно должен осознать, что это хорошо, а что вот это плохо. Конечно, это все формируется с помощью людей, которые уже этими моральными качествами обладают. Ну, например, родители, которые тебя воспитывают. И, конечно, они оказывают большое влияние на то, каким ты станешь. И здесь как раз-таки, я думаю, протест заключается в том, чтобы люди не думали. Точнее, думали о том… Ты сказал «не думали», это очень странно. Сижу тут, говорю, что наоборот надо думать, а потом говорю, чтобы люди не думали. В общем, я о том, что необходимо думать, когда тебе что-то говорят. Не надо все воспринимать как непреложную истину. Так не бывает. Ты должен сам на любой вопрос или вообще какое-то событие, ты должен сам логически построить цепочку и понять, так это или нет. Если тебе сказали, что это хорошо, ну, ты сам осознаешь, что это хорошо. А если ты не можешь этого осознать, что это хорошо, тогда попроси помощи у кого-то. Но просто поверить на слово в то, что это хорошо, так нельзя, так не бывает. Я бы немножечко вам дал сюжетные истории из этой книги, но я думаю, что, во-первых, после моих видео на канале, потому что я часто эту книгу упоминаю, а также после этой рубрики вы обязательно возьмете эту трилогию прочитать. Потому что, ну, я просто вообще в полнейшем восторге то же самое говорю, но правда советую вам обязательно эту книгу рано или поздно прочитать. Так, и у меня был еще один абзац здесь. «Моя мораль, мораль разума, содержится в одной аксиоме. Реальность существует. В одном выборе – жить. Все остальное проистекает отсюда. Чтобы жить, человек должен считать высшими и решающими ценностями три вещи. Разум, цель и самоуважение». И вот сейчас как раз подробно об этих трех составляющих и пойдет дальше речь. Разум как единственное орудие познания, то уже о чем мы с вами до этого поговорили, да, что разум помогает нам вообще понять, что происходит вокруг. Цель как выбор счастья, которого это орудие должно достигать. И я так понимаю здесь тот факт о том, что я тоже сегодня уже говорил, да, что должна быть какая-то цель, она, ну, по сути, определяется как раз-таки процессом познания. Ты познаешь что-то новое и понимаешь, что я хочу еще. И вот должна быть эта цель обязательно, как выбор счастья, да, потому что твоя цель, она и будет точкой, где ты будешь счастлив. А точнее, я думаю, что ты будешь счастлив в процессе достижения этой точки, где ты будешь счастлив. Вот лично я придерживаюсь именно такой позиции, да, что не счастье в том, чтобы достичь, да, этой точки, оказаться где-то там, а этот весь путь. Вот этот путь – это и есть то самое удовлетворение своих желаний. Блин, я, кстати, вспомнил цитату из этой книги, там говорится, по-моему, так, что жизнь не принесет счастья человеку, который не имеет понятия, чего он хочет. Да, по-моему, прям вот дословно. Это, кстати, в какой-то песне еще есть эта цитата. Я ее прям давно запомнил, она очень глубокая, я считаю, да, о том, что как раз должно быть понимание, чего ты хочешь в жизни. Ну да ладно, отступление закончилось, продолжаем. Значит, мы поговорили разум, цель, и третья вещь – это самоуважение. Самоуважение – как нерушимая уверенность, что человек способен думать, и его личность достойна счастья, что означает достойна жизни. Тоже, я считаю, важный момент, потому что человек должен обязательно себя уважать. Он должен понимать, что я достоин счастья, как и другие люди, которые счастливы. Я достоин получить те блага, да, но опять же, надо понимать, что ты должен не просто, да, быть уверенным в этом, но ты еще и должен что-то делать для достижения этого. Если ты будешь, конечно, сидеть на месте, сложа руки, ну, окей. Думай дальше, тогда самоуважай себя дальше. Эти три ценности требуют всех добродетелей человека, и все его добродетели связаны с соотношением существования и сознания, разумностью, независимостью, чистотой, честностью, справедливостью, эффективностью, гордостью. Вот такие тут получились у нас мысли. Да, я считаю, что мысли вслух сегодня прям очень даже удались. Давайте я сейчас быстренько попробую пробежаться еще по тексту. Давайте, может быть, еще один абзац какой-то я сейчас найду, и тоже мы с вами обсудим. Нашел. Тоже хорошая история. Да, это будет отличный финал. Независимость – это признание того, что ответственность за суждение лежит на тебе. Тоже важный момент с самого начала, да, о том, что человек, когда хочет принимать свои решения сам, он должен понимать, да, что это независимость, но ответственность будет только на тебе. И, ну, я лично считаю, что это очень хорошо. Да, когда человек имеет возможность и пользуется ей, да, быть независимым. Когда он осознает, что любое его действие и ответственность за него понесет он сам. Ничто не может помочь тебе избежать ее. Ответственности имеется в виду. Никто не может думать за тебя, как никто не может жить за тебя. И самая низкая форма самоунижения и саморазрушения – это подчинение своего разума разуму другого, принятие авторитета над своим мозгом, его утверждений как фактов, его высказываний как истины, его распоряжений как посредника между своим сознанием и существованием. Как мне показалось, вот этот абзац собрал все в кучку, все, что мы обсудили до этого. И основная идея, я думаю, в том, что человек должен быть независимым в любых обстоятельствах. Человек должен понимать, что нельзя подчинить себя разуму другого человека, потому что это нехорошо. Мы, наверное, часто говорим о том, что, да, у всех должно быть свое мнение. И, ну, это уже как штамп какой-то стало, наверное, но по идее, да, это так и работает. И если твое мнение совпадает с другим мнением, то это не означает, что у тебя нет своего мнения. Ну, просто у вас совпало, да? Набор ваших моральных ценностей и жизненного опыта совпадает, поэтому вы принимаете одно единственное мнение. Я думаю, что это работает именно таким образом. В общем, я думаю, что по этой истории можно закругляться. Я здесь поставлю сразу себе закладку, чтобы на будущее вернуться к ней и продолжить с этого момента, потому что мы начали разбирать этот монолог. Ну, если я все правильно понял, начали мы его прямо с самого начала. Да, вроде бы как только он начал говорить, Джон Голд. И вот мы будем двигаться до конца. Пока что мы обсудили за два выпуска только... Сколько? Наверное, ну, до десяти страниц, короче, не больше. А сейчас давайте посмотрим про книги, которые я сказал в самом начале. Первое, с чего я бы хотел начать рассказ, это Пушкин Евгений Онегин. Ну, я думаю, что вы, конечно же, эту историю все читали, вы знаете ее. Покажу вам... Ну, ладно, я вам отдельно сделал подсъем. Покажу вам иллюстрации, которые здесь имеются. Издание, конечно, просто шикарнейшее. Это мне дарили на день рождения. Обязательно посмотрите ролик, кстати, он есть на канале. Что об этой книге я могу сказать? Ну, смотрите. Могу сказать сразу, что мне нелегко дается жанр прозы в стихах. Прям с трудом. Хотя, хотя некоторые моменты все равно у меня вызвали эмоции и какие-то рассуждения, которые я проводил во время чтения. Ну и, возможно, что-то я и сейчас вам скажу. Хотя не могу сказать, что я прям проникся глубиной этой истории. Даже я думаю так, что много сказать я бы не хотел об этой книге. Потому что, ну, мне кажется, мой багаж знаний пока не готов к тому, чтобы я мог прям какую-то такую оценку дать. Максимум, что это я сейчас смогу дать просто какое-то свое оценочное осуждение этой книге. И, скорее всего, оно будет воспринято не очень приятно. Вообще, да, это у нас история о любви, если вдруг кто не знал. Ну, спойлеров я давать, в принципе, не собираюсь. История Евгения и Татьяны. Евгений, который... А, ну да, как же без спойлеров-то? Ладно, если что. Сейчас, наверное, будет чуть-чуть спойлеров. Так что будьте осторожны. История Евгения и Татьяны. Евгений, который, как я понял, он такой из богатого рода. Он приехал в одно место, познакомился там. Точнее, увидел Татьяну. Вроде бы ничего такого. Но Татьяна как-то очень в него сразу сильно влюбилась. И вот она ему там впоследствии написала письмо, в котором призналась. Но у них как-то не сложилось. Потом была дуэль между другими двумя людьми. А вот впоследствии как раз-таки Евгений и сам в нее влюбился. Что, ну как, наверное, такой итог, что вот ты не воспользовался, не принял то, что тебе было дано. Да, тебе давали такой шанс хороший, да, устроить свою жизнь с таким прекрасным человеком, который безумно тебя любил. А ты вот такой плохой не воспользовался этой возможностью и все испортил. И когда Евгений пришел к ней, ну уже это по случайности, я так понял, произошло. Первая встреча, я имею ввиду, после там перерыва какого-то. И вот он к ней пришел. У нее уже все, ну как бы, как бы все, у нее жизнь уже устроена. Он ей уже не нужен. И, кстати говоря, в продолжении, наверное, нашего обсуждения Атлант расправил плечи, надо сказать о том, что всегда, да, необходимо думать, обязательно думать. Не надо принимать какие-то поспешные решения, да, необходимо всегда взвесить все за и против, только потом сделать осознанный выбор. Ну и, конечно же, естественно, люди всегда, ну в смысле не всегда, а каждый человек когда-то ошибается. Да, человек, который никогда не ошибался, такого не существует. Для меня эта книга, наверное, на 4 из 5. Возможно, я к ней еще вернусь в будущем. Но вот пока что получил хорошие эмоции, удовлетворил свое желание прочитать эту великолепную книгу и тоже немножечко поделился с вами. Если вы читали, поделитесь своими какими-то мыслями. Все-таки, ну а в чем главная, да, задумка, что хотел сказать нам Александр Пушкин в этом великолепном произведении? Ну а мы давайте с вами к Хемингуэю вернемся. Резко, резкий такой перескок у нас с вами случается. Это книга «Прощай оружие». Сегодня, ну я, вы знаете, записываю ролики заранее, поэтому когда выйдет видео, я уже книгу дочитаю. Вы, кстати, сможете, наверное, в моем телеграм-канале найти уже какую-то информацию по этой книге к моменту выхода. Так что вы все прекрасно знаете и без меня. Вообще, я как-то всегда Хемингуэя обходил стороной. И мне, ну не знаю, как-то было прям не по себе, что ли. Думал Хемингуэя, там очень все умно. И почему-то у меня вообще складывалось впечатление, что Хемингуэй это какой-то вообще там другой совсем век, а не 20-й. Вот не знаю, откуда у меня такие мысли были. Когда я увидел эту книгу, это было, кстати, еще весной, я ее купил. Она вот полгодика у меня полежала, отлежалась нормально. И вот я взялся за нее, ну как раз-таки уже прям почти закончил. Наверное, сегодня уже и закончил. Так вот, это история о потерянном поколении. Как раз-таки это у нас Первая мировая война. И речь идет о солдате, которого, по-моему, зовут Фредерик. Если я ничего не напутал. С именами у меня беда. Ну нет, вроде Фредерик. Фредерик вроде, да, его зовут. Так вот, вместе с ним он, ну как я понял, он такой больше санитарный, работой занимается, да, врачебный. Но в один момент, так, аккуратнее, возможен спойлер. Он все равно, да, частично оказывается в зоне боевых действий. И мы, конечно же, видим вот эту всю ужасную картину, которая там случается. Плюс он там получает. Нет, давайте не так. Это будет спойлером. Давайте без спойлеров все-таки расскажу. Потом есть такая ситуация, в которой он встречает любовь свою. Хотя изначально там очень такие спорные отношения. Вроде как для него это типа забава какой-то, что ли. Но он потом понимает, что, блин, я так влюбился, все капец, типа, больше ничего не могу. И вот эта история любви с одной стороны. И с другой стороны у нас есть вот эта военная история. И еще, как я понял, здесь основной-то посыл, да, в бессмысленности этой всей войны. Потому что здесь часто говорится о том в книге, да, в диалоге персонажей, что вот война, она не закончится. Или, точнее, она должна закончиться. Потому что, ну ведь мы-то люди, мы-то здесь. Мы же понимаем, что мы уже от нее устали. Что в ней нет смысла никакого. И вот они вот это обсуждают. Да, и по идее другие-то люди, они такие же, да, с другой стороны, которые противники. Они же тоже должны так думать. И вот этот вот посыл, да, о бессмысленности войны, он здесь прямо на протяжении всей книги. У меня появилась потребность, как я уже говорил, прочитать вот что-то на военную тематику. В принципе, за месяц это уже вторая книга. И я думаю, что я буду сейчас еще читать и Васильева тоже. Очень сейчас хочется. Не знаю, почему появилось такое желание. Слог Хемингуэя очень схож с Эрихом Марией Ремарком. Это, конечно, очень приятная новость для меня. Потому что, как я понял, у меня появляется еще один любимый автор, да, Эрнест Хемингуэй. Потому что, ну, как бы, как тут удержаться, если это похоже на Ремарка. Я даже в какой-то момент чтения просто читал, читал и такой, блин, а так, стоп, подождите. Почему так похоже на Ремарка? Вот реально я так думал, что это я еще так взял, посмотрел на обложку, думаю, блин, может быть, все-таки я что-то перепутал, взял Ремарк почитать. В общем, очень похож стиль. Мне все нравится. Эмоции после итогового прочтения, когда уже закончу, также свои я изложу, наверное, уже в письменном отзыве. Поэтому, если что, ищите в моем канале, который называется «Книги говорят». Ну и на этой ноте, я думаю, что мы можем с вами заканчивать, потому что видео у нас получится, наверное, минут на 35. В принципе, это довольно неплохо. Вы не сможете от меня устать, потому что я буду не так долго вам рассказывать, как в прошлом видео, например. Ну и надеюсь, что вы получили какую-то сегодня полезную и интересную информацию из моих уст. Не забывайте подписаться на канал и поставить этому видео лайк, а также написать обязательно комментарий. Вопрос будет в закрепленном сообщении, это уже всегда я так делаю. Ну и уже через неделю, в то же самое время, в том же самом месте, мы с вами увидимся снова. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok